День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня я хочу вас познакомить с таким ресурсом или, правильно сказать, сервисом Istio.com. Что же это за сервис и зачем он нужен блогеру? Этот сервис предназначен для копирайтера. Копирайтер это тот человек, который пишет под заказ статьи. Мы с вами блогеры и мы точно так же пишем статьи для своего блога, не под заказ. Но те люди, которые дают заказы копирайтерам, для них очень важен этот сервис. И те люди, которые пишут эти статьи, они не зря их анализируют. Давайте разберемся, зачем нам нужен сервис для анализа текстов и сайтов. Мы не будем углубляться очень серьезно в SEO-оптимизацию. И в основном SEO-оптимизация, этот сервис предназначен также для SEO-оптимизаторов. Они анализируют здесь, на этом сервисе, конкретно целые сайты или уже готовые страницы. То есть те ресурсы, которые уже созданы. Мы сегодня с вами будем заниматься именно анализом текстов. Зачем нам это надо? Мы точно так же пишем статьи на собственные блоги, как и те люди, которые пишут статьи под заказ. Поэтому человек, который публикует статьи на блоге, он должен понимать, зачем ему необходим этот сервис. Вспоминаем. Мы с вами имеем трех игроков в интернет. Первый игрок – это мы с вами, блогеры. Второй игрок для нас очень важный – это посетитель. Это тот человек, который читает ваши статьи на блоге. Он человек. И с ним очень хорошо и просто общаться на обычном человеческом языке. Но в интернет существует еще третий очень важный игрок – это поисковая система или поисковая машина. Естественно, эта машина или система, или просто, как мы называем его, поисковик – это программа. Программа, которая создана человеком и которая заточена на определенный статистический анализ. Вот такой статистический анализ хотя бы изредка своих статей необходимо проводить. Я обычно, когда публикую свои статьи, я обязательно прогоняю их через этот сервис. Ну, давайте посмотрим, как мы будем здесь с вами работать. Для того, чтобы мы могли проанализировать собственный текст, мы сначала его должны создать. Я это делаю обычно в Word-овском документе. И вот такую статью, именно ту статью, которая сейчас опубликована на блоге, вот такую статью я предварительно подготовила в Word-овском документе. Давайте поставим некоторые точки, так сказать, над «и». Здесь для меня главным ключевым словом, а мы знаем с вами, что перед тем, как публиковать собственную статью, мы обычно ищем ключ. Вот ключевым словом является двухсловник «анализ текста». Запомните этот двухсловник, потому что мы будем ориентироваться на анализ именно этого ключа внутри этой статьи. Итак, первое, что я могу сделать, и что мне необходимо знать, это количество знаков без пробелов, которые составляют мою собственную статью. Я могу это сделать вот здесь вот, вот так вот, выделив свою статью вот таким блоком, и увидев вот здесь вот в Word-прессе, уже, что у меня 426 слов. Если я кликаю сюда, я вижу, что знаков без пробелов 2446. Это норма для статьи. Не менее 300 слов должно быть. Но я могу также проанализировать эту статью и в «истион». Давайте зайдем в «истион» вот по этой ссылке «анализировать текст». Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что мы можем с вами, собственно говоря, просто ввести уже по готовому адресу страницу и просмотреть внимательно, что нам даст при анализе данный сервис. Но мы сделаем иначе. Мы вот в это окно «Текст для анализа» вставим копию моего текста. И теперь посмотрим, что мы здесь можем узнать. Первое, что мы можем узнать, это существуют ли плагиаты. То есть взята ли эта статья из интернета, или какие-то ее куски, или какие-то фразы. Для этого мы просто нажимаем вот на эту кнопку и смотрим, есть ли такая статья или фразы из этой статьи встречаются где-либо на других блогах или на других ресурсах. Но я обычно пользуюсь другим ресурсом. Он более точный и более такой надежный, будем говорить. Из Тио я не смотрю плагиат. Я здесь использую вот эти вот кнопки. Давайте посмотрим. Первое, что мы должны сделать, это мы должны нажать вот на эту кнопочку «Анализ текста». Что мы получаем в результате? В результате я вижу такую информацию, общую статистику по тексту. Длина с пробелами – 2881 символ. Длина без пробелов, видите, она выделена жирным шрифтом – 2449 символов. Вот всего слов – 421. Вводность текста. Что такое водность текста? Давайте с вами разбираться. Я уже писала в статье, но давайте здесь повторим. Мы с вами пишем естественно для людей и пишем так, как мы с вами говорим. Но этот ресурс выделяет информацию очень конкретную и очень четкую. Поэтому все слова, которые состоят из одного, два, двух символов, или все те слова, которые дают какое-то обозначение или какое-то качество каких-то там продуктов или каких-то действий, которые не дают конкретной информации, этот ресурс отбрасывает. И вот из текста выброшенные вот эти слова, а они называются стоп-словами, вот эти выброшенные слова в виде процента показываются вот здесь. Значит, в моем тексте вводность текста, иначе говоря, процент стоп-слов равен 28% дробь 34. Почему дробь? Сейчас чуть попозже мы с вами поговорим. Теперь смотрим. Тошнота. Еще один показатель, который очень важен для нас. О чем он говорит? Если я собираюсь продвигать по какому-то определенному ключу этот текст, то я, естественно, должна некоторое количество раз этот ключ повторить. Вот тогда, когда создавались статьи для серого, то есть быстрого такого продвижения, или черного продвижения, они просто нашпиговывались этими ключевыми оборотами. И раньше, тогда, когда были алгоритмы поисковых систем еще не заточенные, как современные поисковики, то чем больше было ключей, тем лучше и быстрее продвигалась статья. Сейчас это не так. Если мы с вами напишем безводную статью, то есть ту статью, в которой нет практически никаких слов, рассказывающих и показывающих человеку, о чем идет речь, то в этой безводной статье, нашпигованной ключами, ее практически читать будет невозможно. Как говорится, от нее будет вызываться, ей будет вызываться тошнота. Вот это слово, тошнота, этот термин, он существует в лингвистике интернета только. Это только тошнота, термин, созданный для интернета статей. Теперь смотрим дальше. Процент тошноты, норма его от 3 до 7%. Почему интервал? Потому что если мы с вами вообще не будем употреблять ключи, то будет непонятно для нашего поисковой системы, о чем идет речь. Если мы будем с вами слишком много употреблять ключи, то тогда поисковая система просто забанит вашу статью, иначе говоря, отфильтрует ее или будет выдавать в конце выдачи поисковой системы. Теперь топ-10 слов. Вот эти топ-10 слов показывают нам наиболее часто употребляемые слова в порядке убывания. Мы сейчас с вами поговорим попозже на эту тему. Теперь смотрите. Весь ресурс выкладывает нашу статью в виде словаря текста. То есть мы получаем в этом ресурсе выложенные в порядке убывания слова. И вот если мы с вами возьмем словарь текста полный, то это будет 229. Если мы с вами возьмем словарь ядра, то есть безводный текст, то он будет составлять 138 слов. И вот программа, она и будет смотреть и определять релевантность наших слов, употребляемых именно в словаре ядра. Ну здесь у нас будет с вами указано, что это язык текста русский и тематика текста. Тематика текста, как видите, не всегда она точна, но здесь вот указано, что это аналитика, да, религия, наука. То есть в данном случае ориентироваться здесь практически нет смысла. Итак, смотрим. Наиболее частые слова без стоп-слов. Посмотрите внимательно. Давайте вернемся сюда. Вот если посмотреть норму вводность текста, то она у нас совпадает. То есть входит в те рамки, которые нам предлагает данный ресурс. Норма от 30 до 60. Значит, вводность текста, ну, практически в норме, да. Тошнота. Норма от 3 до 7 процентов. Тоже практически норма. А теперь давайте посмотрим вот здесь. Есть такой закон, который называется закон ЦИППА. Это закон, созданный американским лингвистом, который определяет естественность изложения темы. Что значит естественность изложения темы в данном случае? Перечисленные слова в порядке убывания должны в естественном языке приблизительно при расчете статистики выдаваться в таком виде. Вот если у нас первое, самое часто употребляемое слово, оно считается у нас, ну, как бы основным словом, показывающим, о чем этот текст. На первом месте, вот посмотрите, он стоит и количество раз употребляется в 20. То на втором месте слово, стоящее здесь, должно употребляться в 2 раза меньше. 20 делим на 2, получаем 10. А вот третье слово должно употребляться в 3 раза меньше, чем первое. То есть нам нужно 20 разделить на 3. Здесь должна быть цифра 7. У нас 9. Четвертое слово должно употребляться в 4 раза меньше, чем первое. То есть 20 разделить на 4, это у нас получается меньше, чем 4 раза. То есть должно быть 24 слова. То есть приблизительно вот такая схема должна быть снижением употребляемости, количества употребляемости этих слов. Естественно, очень многие противники считают, что этого закона считают, что это не совсем так. Но дело все в том, что мы с вами работаем с поисковой системой, с программной. И вот именно эта программа заточена на этот закон цифр. Для того, чтобы ваш текст был естественным, вы должны просмотреть вот эту употребляемость количество раз в порядке убывания этих слов. Это первый момент. Второй момент. Я просила вас запомнить, что ключевым словом текста у меня является двусловник «анализ текста». Посмотрите, эти два слова у меня в разрыве идут. То есть текст стоит на первом месте, анализ стоит на пятом месте. Для того, чтобы показать поисковой системе, что для меня очень важны именно эти два слова, желательно эти слова вынести на первое и второе место. Но тут еще один момент важен. Если вы вынесете слова именно вот в порядке, как видите, у меня двухсловник, ключевое слово, а здесь идет отдельное каждое слово. Если вы вынесете эти слова именно в точном вхождении, анализ текста, и оно у вас будет употребляться 20 раз, то у вас будет очень высокая тошнота. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны зайти еще раз в анализ текста и посмотреть карту текста. Очень интересная кнопка. Давайте мы посмотрим. В карте текста, посмотрите, я могу выбрать конкретно, сколько раз идет употребление ключа в точном вхождении. Что значит в точном вхождении? Именно такая словоформа, которая является ключом. Первый раз это анализ текста вот здесь. Второй раз анализ текста здесь. И мы можем просмотреть здесь. Где-то, возможно, еще есть этот ключ. Ну, практически больше я не вижу. И, в принципе, этого достаточно на такое количество слов. Вот он, весь текст, вот эта карта текста, она хороша чем? Тем, что эти слова, ключи, вы будете употреблять достаточно много раз. А если помните, существует такой плагин, который показывает у нас метки. И чем чаще употребляются метки, тем больше размер текста употребляемой метки. И вот здесь мы с вами можем сразу увидать, какие слова у нас часто употребляются. Мы можем быстро их выбрать из текста. Мы можем увидеть, что те слова, которые у нас видны обыкновенным шрифтом, это слова, входящие в словарь ядра. И можем увидеть с вами те, которые бледным текстом выделены здесь, это слова, которые являются вводными словами. То есть вот у нас вся карта текста нашего, вот она вся перед нами. Посмотрели и определили, что в точном вхождении повторение идет дважды. Этого достаточно для того, чтобы наш текст не посчитался переспамленным ключевыми словами. Заходим еще раз в анализ текста и смотрим еще одну кнопочку, очень важную, которая называется «Проверка орфографии». Здесь мы можем проверить, конечно, орфографию в Word, но здесь немножко другая настроенность этой проверки. Поэтому посмотрите то, что у вас выделено красным цветом и обратите внимание на то, что вам нужно здесь исправить. Еще раз смотрим результаты анализа. Вот то, что я вижу здесь в топ-10, мне не совсем нравится. Я хочу перенести слово «анализ» на второе место и хочу разложить здесь количество употребляемых слов так, как это для меня наиболее полезно. Поэтому я ухожу опять в Word. В Word я переделываю статью. Я не буду показывать вам промежуточные переделки. И еще раз копирую то, что я уже переделала. Захожу в «Анализ», «Анализировать текст», очищаю форму, нажав вот на эту кнопку и вставляю текст заново. Кликаю на кнопочку «Анализ текста» и получаю результат. Как видите, здесь практически ничего не поменялось. Для меня важен топ-10 слов. Без стоп-слов. Посмотрите, что я получила в результате. Я получила на первом месте текст, 19 раз употребление. На втором месте «Анализ» 8 раз употребление. То есть 19 разделить на 2. Ну, приблизительно подходит, да? Третье слово «Слово» 19 делим на 3. Близко, так сказать, к норме будем говорить. И так далее. Значит, для меня очень важно, чтобы вот эти вот слова, текст и «Анализ» были на первом и втором месте. Чтобы релевантность этих слов в ядре была достаточно высокая. Посмотрите, доля в ядре 8,7%, доля в самом тексте 4,5%, релевантность хорошая 4,35%. Теперь давайте посмотрим карту текста еще раз. И посмотрим, есть ли у нас здесь переспамливание ключевым словом. Итак, первый раз «Анализ текста» на первом месте. «Анализ текста» точного вхождения на втором месте. Третий раз «Анализа текста» это уже ключ в неточном вхождении. Как видите, здесь уже не «Анализ текста», а «Анализа текста». Больше я эти ключи в точном вхождении здесь не вижу. Все, я оставляю этот текст в таком виде и продолжаю с ним работать. Что значит продолжаю работать? Я этот текст еще раз проверяю на плагиат и приступаю к его публикации. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч! Удачи! До свидания! Пока! Редактор субтитров А.Семкин